Канал Рассказы в озвучке. Рассказы для души. Всем привет! Я Екатерина Ерёмкина и вы на канале Рассказы в озвучке. Если вам понравился проект, вы можете поддержать его по ссылкам в описании видео, а также нажимайте на колокольчик, дабы не пропустить новые ролики. Будем на связи и приятного прослушивания! Аритей Каппадокийский, сторонник гуманной психиатрии. Продолжу рассказывать вам об истории психиатрии. В первом же веке нашей эры, только уже во второй его половине, в Римской империи появляется и еще одна яркая звезда, если рассматривать с точки зрения медицины, а особенно психиатрии. Поговаривают, правда, что львиная доля его текстов – это изложение трудов сирийца Архигена, который жил и практиковал время во времена Трояна. 54-й, 117-й года нашей эры. Да кто же того Архигена помнит? Во всяком случае, ни одного письменного труда его не сохранилось. А вот Аритей оказался более предусмотрителен. Родившись в Каппадокии, он перебрался в Александрию, где долгое время жил, учился и врачевал. Блестящее для тех времен знание анатомии – это оттуда, из Александрийского мусиона. Но нас ведь интересует его психиатрическая практика, верно? Надо сказать, что в целом Аритей придерживался взглядов и учения Гиппократа в отношении душевных болезней. То есть признавал, что есть четыре основные жидкости тела. Есть их красис, случается дискразия. И вот тут-то все и начинается. Правда, одними лишь жидкостями все объяснить нельзя. Действительность выпирает за рамки шаблона. Вот, к примеру, та же меланхолия. Вроде все понятно, разлилась по френу, пардон, диафрагме, черная желчь и пациенту резко поплохела, и стал он печален и главой скорбен. А нет, пишет Аритей, бывает, что внешне все выглядит как меланхолия. А вот причина не в черной желчи, а в том, что произошло что-то из ряда вон, печальное или страшное для человека. И так он сосредоточивается на своих печальных мыслях об этом событии, что вызывает тем угнетенное состояние души, сосредоточившейся на какой-либо мысли. Чем вам не описание психогенной депрессии? Так же, отмечает Аритей, грустная идея может образоваться из синяя манифеста гравис кауза, то бишь без веских тому причин. А это уже, на мой взгляд, наблюдение эндогенного процесса. Описывала меланхолию Аритей очень подробно, обращая внимание на такие детали, которые ранее либо не замечали, либо никому и в голову не приходило их отдельно отмечать. Например, ту же заторможенность при меланхолии, что верно для большинства депрессивных состояний, и ложные мысли, боязнь, что отравят или что боги покарают, и суицидальные тенденции, когда пациенты «витая, маледикентес, марстикуэ», то есть питают отвращение к жизни и страстно мечтают о смерти. Тут я сделаю небольшое отступление. Стоит помнить, что под меланхолией в те далекие времена понимали целый ряд болезней, для которых в нынешней психиатрии есть свои отдельные названия. Так, сюда попала и шизофрения, исход которой с нарастающим дефектом и распадом личности Аритей описал как «more brutorum vitain exigent» «глубокое безумие изгоняет жизнь» и «прогрессивный паралич с удорогами и летальным исходом», и даже вероятность чередования меланхолии и мании Барни напоминает, он упомянул. Лечить меланхолию Аритей предлагал по заветам Гиппократа, то есть не забывать очищать организм, снова здравствуй, чемириться, и правильно питаться, но главное, как завещал отец медицины, мудрым выжиданием помочь природе и ее целительным силам. Особо подробно Аритей описал манию и сразу предупредил, не надо путать пациентов манией с теми, кто вина опился или блины объелся, или еще каким другим ядом отравился, и с фринитом тоже не надо путать, при фрините лихорадка и всякие обманы чувств, когда что-то не то видится и что-то не то слышится, вот и пристает пациент к объектам искаженной реальности, мол, не так сидишь, не так свистишь, у больных мания и суждения ошибочные, потому и ведут они себя неправильно, могут надумать себе всякого. К примеру, один такой думает, будто он наполненное маслом афора и жутко боится упасть и разбиться, другой же решил, что он кусок, нет, не того, о чем вы подумали, а всего лишь необожженной глины, и потому перестал пить, чтобы не размочить себя водой и не раскиснуть окончательно. Описание лечения мании у Аритей не сохранилось, зато лечение фринита он расписал подробно, в том числе и условия, в которых стоит держать пациента. И тут он дает приличную фору в гуманизме тому же Авлу Карнелю Цельсу. Комната должна быть достаточно велика, чтобы в ней всегда поддерживалась чистота воздуха и умеренная температура. Лучше, если стены будут совсем гладкими, так как всякие выступы и украшения плохо действуют на слабый ум больного, он видит то, чего нет, волнуется и протягивает руки вперед. Вот, кстати, косвенное свидетельство того, что под фринитом, в числе прочего, тогда могли подразумевать и делирий, для которого в определенные моменты характерны пареидолии, например, когда узоры и трещины на стенах складываются для пациента в определенное видение. Слух обычно обострен, шум раздражает больных, а потому и в комнате, и во всем доме необходимо поддерживать тишину. Больные фринитом мечутся на своем ложе, поэтому последнему надлежит быть не слишком узким, чтобы нельзя было свалиться на пол. Покрывало надо выбрать гладкое, иначе у больного появится желание выдергивать из него нитки. Следует также всеми силами поддерживать бодрое настроение в больном. Пусть приходят друзья развлекать его легкой беседой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!